Ревюша! Простите! Когда выступали ребята и ставили клубную автопоэтов, они читали перевод Бориса Леонидовича Пастернака из Гамлета «Отрывок». Я вспомнил, что я тоже переводил монолог, хотел им подарить свой перевод, но они уехали так, что придется отыгрываться на вас. Я литературный переводчик. Редактор-переводчик наводил журнал «Импийская лида». А, с украинцем? Я мог бы и на украинцем учиться. Гамлет, быть или не быть, быть или не быть, такой мне выбор дан, что предпочесть? Покорно боль терпеть от топьев метков, саженных в меня судьбой свирепой, или же восстать и одолеть, сражаясь бездну бед, и умереть, уснуть, освободясь от множества недугов, горьких травм, наследованных плотью. Вот финал, который можно искренне желать. Да, умереть, уснуть. Ну, что за сны? Какие ужасающие сны приснятся, если будет насовсем, земная круговерть отметена. Вот почему. Готовы мы сносить глумление и плети палача, бесчестия сноба, неизбежность мук, униженной любви и произвол. Расчетливые, подлые пинки, когда спасительный удар ножа, все это мог бы просто оборвать. Что остается? Причитая жить, как прежде, мерзко. Потому что страх перед посмертной сумрачной страной, из чьих пределов ни одна душа не возвратится, опоясал нас. И мы любую хворь переживем, чтобы другой неведомый не знать. Сознание превращает в труса в нас, и всякий резкий бесшабашный шаг на семенящий сбиться норовит. Сюда идут. Мне лучше помолчать. Офелия, о нимфа, помяни в своих молитвах все мои грехи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ mos